Здравствуйте, меня зовут Ольга Гречак, я преподаватель английского и немецкого языков. Я разгадала загадку рода слов в немецком языке. Многие люди, кого я знаю, верят в то, что в немецком языке все слова нужно выучить вместе с их родом, мужским, средним и женским, и этот род без какой-либо логики присвоен каждому слову. Но слава богу, это не так. Я вам расскажу почему. Почему? Во-первых, 86% слов в немецком языке имеет тот или иной род в зависимости от смысла слова или от окончания слова. И, казалось бы, нужно выучить просто эти смыслы и окончания, и тогда мы будем знать, к какому роду относятся 86% слов. Но это не так просто, поскольку в каждой грамматике по немецкому языку разное количество окончаний и смыслов или значений слов. Поэтому я написала руководство, в котором собрала все на сегодняшний день известные окончания и смысл и значения слов, которые дают возможность понять, к какому роду относятся 86% слов. И вот теперь самое интересное. Вы спросите, что же делать с остальными 14% слов, которые не имеют ни окончания, ни специфического значения. И именно для этих слов я разработала методику, которая дает возможность знать, к какому роду относятся слова в 100% случаев. Во-первых, к этим 14% слов относятся 3 группы слов. Первая группа слов – это слова, которые грамматически не имеют окончания, а с моей точки зрения имеют. Чтобы показать вам, что я имею в виду, под этим видео есть документ, в котором есть таблица, где вы можете видеть все слова, которые заканчиваются на ШИ или ЧИ. То есть они заканчиваются на ТСЦХ или СЦХ в немецком, а также на ЦХ и СХ. То есть это могут быть и заимствованные слова в немецком языке, и слова, которые заканчиваются на ТСЦХ и СЦХ. Все эти слова принадлежат к мужскому роду за очень небольшим количеством исключений. И вот давайте поработаем с этими исключениями. Первое исключение – слово ДИПИРШ – ОХОТА. Его можно легко запомнить через синоним. Синоним у этого слова – слово ДИЯГД. А в немецком языке есть всего три слова, которые заканчиваются на ГД. Это ДИЯГД, ДИМАГД и ДЕРСМАРАГД. ДЕРСМАРАГД, конечно же, мужского рода, потому что это драгоценный камень, а любой драгоценный камень в немецком языке, мужского рода. Еще раз повторяем, что ДИПИРШ, ДИЯГД – оба слова женского рода. Также следующее исключение – слово ДОСФЛЯJШ – МЯСА. Это обобщающее понятие, все обобщающие понятия в немецком языке среднего рода. Следующее исключение – слово ДОСКОШ – это спортивная игра, можно отдельно даже не запоминать. Это любая спортивная игра, любая игра в немецком языке среднего рода. Слово das cash, наличные, можно легко запомнить через синоним. Синоним у этого слова das ba, geld, das geld, соответственно, это все слова среднего рода. И также следующее слово das der Mensch и das der Hashisch, у них два артикля, то есть два рода. И потому что эти слова заимствованы не среднего рода, а потому что заканчиваются на TCH и на SCH, то они мужского рода. И эти исключения только подтверждают правила, о котором я вам сегодня рассказываю. Также к этим 14% относится вторая группа слов, которые не имеют уже ни грамматически, ни с моей точки зрения не имеют окончания, они имеют форму. Вот я вам покажу, что я имею ввиду. Например, форма слова оха-эн или аха-эн. Слова, которые имеют эту форму, относятся практически 100% к мужскому роду. Слова, которые имеют форму оха-эн 100% относятся к мужскому роду. Исключения das ping-pong я не отношу к исключениям, потому что это опять же игра. А слова, которые имеют форму аха-эн, они относятся практически 100% к мужскому роду. Есть только два исключения, но опять же исключения, даже если их больше двух, даже если их пять-шесть, всегда легче выучить, зная, что есть общее правило, что если слово имеет то или иное окончание, оно относится к тому или иному роду. Нежели когда приходится учить 50-60 слов в одной теме, во второй теме, следующее слово, в третьей теме. И каждый раз напрягать память и как-то себе объяснять через какие-то ассоциации, почему же это слово имеет тот или иной род. Дальше к этим 14% слов относится третья группа слов, которые имеют окончание, но они, можно сказать, равномерно распределены между всеми родами. И эти слова, их не так много, и я вам советую изучать по методике истории. Если вам понравится это видео, вы поставите лайк, то я запишу следующее видео, где я вам расскажу об этой методике истории. Если вы хотите изучать немецкий у меня, то мой профиль есть в LinkedIn и в Facebook под тем же самым именем. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы вы не пропустили следующее видео. Благодарю вас за внимание, желаю вам много-много успеха в изучении немецкого языка. Чуус!